друзья приветствую вас на своем канале посвященном необычным историям сегодня расскажу про леонида рогозова советского хирурга которому пришлось находясь в антарктической экспедиции во время зимовки на автономной станции самому себе провести операцию по удалению аппендикса меня зовут дмитрий скоков поехали весной 1961 года весь мир жил космическими полетами межзвездными путешествиями ведь 12 апреля первым кто побывал в космосе стал юрий алексеевич гагарин на корабле восток-1 он облетел вокруг земли и после приземления на долгое время стал самым известным и популярным человеком на нашей планете но пока по всему миру восхищались первым космонавтом жизнь на месте не стояла нашла своим чередом в том числе и в антарктиде где вела свою научную работу 6 советской антарктической экспедиции составе которой работал ровесник гагарина по совпадению также родившийся в марте 1934 года молодой врач хирург леонид рогозов именно он смог на несколько дней переключить всеобщее внимание с покорителя космических просторов на советских врачей медицину и антарктику антарктида континент находящийся в районе южного полюса который имеет площадь в 14 миллионов квадратных километров то есть почти как россия и при этом не принадлежит ни одному государству соответствии с антарктической конвенции приняты в 1959 году на ее территории разрешена только научная деятельность ну а раз разрешена только научная деятельность государства презентующие на роль великих держав активно размещали научные станции занимающиеся исследованиями погоды климатических процессов и животного мира а заодно наверняка и какими-нибудь секретными военными наблюдениями друг за другом самые активные моменты работы советской экспедиции численность персонала работавшего одновременно на всех принадлежавших ссср станциях составляла около 450 человек при том что максимальное число людей находящихся в антарктиде одновременно никогда не превышал не превышала 4000 логично учитывая активное соперничество что другим крупнейшим контингентом был американский для равновесия в начале 60-х годов стремительно восстановившийся после великой отечественной войны советский союз развивался огромными темпами самых разных областях осваивались новые территории строились огромные производства проводились научные исследования и делались новые открытия молодые люди жившие в то время это чувствовали многим хотелось поучаствовать открыть что-то новое поэтому когда молодому хирургу леониду рогозу проходившему стажировку в ординатуре после окончания медицинского вуза сказали что он назначается врачом антарктическую экспедицию леонид не расстроился а совсем даже наоборот и 5 ноября 1960 года вместе с 11 другими участниками экспедиции имея из багажа чемодан с книгами и гирю весом 32 килограмма он поднялся на борт дизель электрохода опи который исправно в течение 20 лет с 55 по 75 года доставлял советские арктические экспедиции их оборудование к месту работы первоочередной задачей поставленной перед экспедицией было построить новую исследовательскую станцию в азисе шермахера это небольшой участок суши свободно ото льда с относительно мягким для антарктики климатом работы по возведению продолжались в течение 9 недель пока шло короткое лето и 18 февраля 1961 года станция которая получила название новолазаревская начала свою деятельность кстати времена года в разных полушариях противоположны друг другу лето в южном полушарии идет когда в северном зима и наоборот когда в северном полушарии лето в южном зима участниками экспедиции были молодые здоровые люди которые болели не часто работы по специальности у начинающего врача по счастью особо не было но условиях антарктиды лишних рук не бывает поэтому леониду приходилось трудиться кем придется и метеорологом и водителем и строителем несколько месяцев все шло своим чередом делались наблюдения проводились научные эксперименты одним словом у рутина для участников экспедиции пока 29 апреля неожиданно не поплохело молодому и очень здоровому на вид доктору аппендицит распространенная проблема поэтому обычно врачи легко его диагностируют почувствовал слабость тошноту и боль в определенной области живота рогозов поставил себе диагноз острый аппендицит хирургов кроме него в радиусе нескольких сотен километров не было из-за того что началась зима погода была нелетная поэтому добраться и вывести его на большую землю ну или хотя бы прооперировать на месте никто не мог в связи с такими водными было принято решение попробовать консервативное лечение которое включало в себя покой голодание холод на месте воспаления антибиотики теоретически такой подход может помочь но только не в этот раз на следующий день 30 апреля температура поднялась еще выше стало понятно что аппендикс воспалился еще сильнее и без операции не обойтись так как других вариантов не было леонид решил что будет проводить операцию самостоятельно под местным наркозом естественно ситуацию обсудили с большой землей и спросили мнение начальства что они думают по поводу дальнейших действий но так как у них других предложений не нашлось взвесив все возможные варианты развития событий на самостоятельную операцию дали добро для помощи без которой было бы тяжело обойтись во время удаления злосчастного аппендикса рогозин привлёк на роли реанимационной медсестры метеоролога артемьева и инженера механика теплинского он должен был держать зеркало пользуясь отражением в котором можно было видеть что резать и где зашивать чтобы контролировать ассистентов не имевших опыта проведения хирургических вмешательств да и вообще никакого медицинского опыта не допустить их падение в обморок при виде вскрытой брюшной полости за операцией также наблюдал руководитель экспедиции владислав гербович все помощники были тщательным образом проинструктированы рогозом по поводу необходимых действий если он потеряет сознание в конце концов все было приготовлено он принял полусидящее положение в кресле и сделал себе укол наукаина в районе будущего разреза в 22 00 30 апреля операция началась он сделал скальпелем надрез длиной около 10 сантиметров и стал на ощупь искать злополучный отросток так как в зеркале было плохо видно что там внутри полости изначально рогозов решил что оперировать будет без перчаток это было правильно так как позволяло лучше чувствовать на ощупь что происходит под его руками розыски аппендикса заняли довольно много времени между тем кровотечение от разреза было сильным и вместе с растущей кровопотери на леонида накатывала слабости головокружения через полчаса после начала операции ему пришлось начать делать 20 секундные паузы каждые 45 минут для того чтобы отдохнуть но в конце концов сильно распухший отросток был нащупан рогозов попросил принести зеркало чтобы лучше его разглядеть и с ужасом увидел на нем темное пятно которое говорило о том что аппендикс вот-вот мог лопнуть и начаться перитонит от которого в условиях антарктики было не спастись в этот момент он совсем пал духом руки стали резиновыми в голове мелькнула мысль что все может кончиться плохо но по сути самая сложная часть операции была позади дальше леонид отсек аппендикс ввел антибиотик и прочно зашил себе рану после этого бледные ошалевшие перенесенных за те полтора часа которые длилась операция переживаний ассистенты вкололи снотворное мгновенно его усыпивши все прошло вполне успешно через неделю после операции леонид рогозов снял себе швы а еще через месяц был способен заниматься тяжелой физической работой пока советские газеты трубили о подвиге хирурга-покорителя арктики самостоятельно проведшего себя операцию шестая экспедиция на станции новолазаревская продолжала свою научную деятельность еще больше года так что обратно в союз леонид вернулся только в шестьдесят втором там он был награжден орденом трудового красного знамени и впоследствии стал известным хирургом но в экспедициях больше не участвовал хотя его туда и приглашали считал что из-за отсутствия практики теряет там свою квалификацию хирурга операция рогозова проведенная самому себе была очень впечатляющим примером воли и мужества который произвел впечатление на его на его современников а тогда люди недавно пережившие войну были гораздо более суровые их сложно было пронять сегодня же такое выглядит чем-то абсолютно нереальным кстати владимир высоцкий написал песню посвященную леониду рогозу она называется пока вы здесь в ванночке с кафелем вот такая история ставьте лайки и подписывайтесь на канал будет еще много интересного аппендицит сами себе не лечите вот пока